всем привет дорогие друзья всем привет с вами как обычно будет и на ваших глазах мы сейчас будем обозревать карту коз мини 5 это у нас заключительная карта из турнира коз мини который состав логично из 5 карт наконец-то он будет этот обзор да наконец да в общем то прислали очень много темат благо карта небольшая поэтому задержка обзору на что поделать в общем то вот да видим мы что начинаем здесь только мы пересек первый квадратик начинается таймер и в общем-то никак его обновить нельзя сразу мы выка три физики начали потому что enter как обычно выку три тоже захочуешь есть может менять оба нет и в общем-то надо нам тут расскакивать здесь вот я так понимаю очень хитрый момент если слишком близко на джим под попасть то можно удариться головой особенно внутри думаю это было критично поскольку cpm можно было вообще ну как и дугу сделать и пасть на краешек дальше у нас обычная такая кривенькая дуга опасная дырка в которую нельзя попадать и начинается грубо говоря та же самая дуга только с подъемами наверх начинаются и можно можно по-моему здесь бегать можно что-то делать но насколько я помню таймер находится очень как-то тут хитро его никак не не обновить в общем-то ну enter получил у нас минус 2 рейтинга за прохождение выку 3 хотя я занял идет какой там третье место что четвертое поэтому давай показывай что тут какие прелести выку 3 но тут ничего такого интересного простенькая карта коротенькая но как мы видим стрейк 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 до джампада стрейк до джампада и еще стрейк до финиша как бы все здесь мало мест где можно что-то такое улучшить сэкономить прям какую-то большую срезу сделать здесь все в основном маленькими такими ну не итерациями как кусочками ну во первых мы начинаем с этого квадрата старт старт находится вот здесь вот в воздухе до воздухе ведь да вот он вот здесь вот образом и как мы видим если тут можно начинать двумя способами 1 это как цирка влево нормально 2 это циркал не знаю это сейчас справа был как мы можем заметить раз старт вот находится вот таким образом выгоднее его касаться как можно более по позже позже всего так как мы начинаем наскосок лучше всего вы касаться вообще вот вот править чем правее тем лучше поэтому ну и как следствие лучше всего прыгать с этого краешка вот на тот краешек куда-то туда чтобы старт чтобы старт пересечь как можно ну похоже то есть это будет чуть-чуть там на станут на 200 быстрее чем если начинать с этой стороны вот так вот ну это все равно важно потому что карта не очень большая и 200 не могут зарешать ночью начинаем старт появляемся прыгаем делаем два прыжка перепрыгиваем вот эту яму причем я уже забыл как реально проходить на к сожалению как это проходить ну не знаю но роутом и в любом случае видим как же будет пройди как нибудь уж вот надо хороший фрейм джамп сам то есть ну или фрейм джамп или по-моему без без фрейм джамп это пробивается до туда я реально очень так получилось что мы долго обзор не делали поэтому я уже изучился в общем ну бывает центр болел там я болел в общем с этого краешка допрыгивает сюда-сюда даже в физике букву 3 то есть это вроде как выгоднее чем пробить вот этим вот штуковина дальше есть два способа прохождения вот это оставшиеся дорожки до нападок первый это стандартная мы делаем крана джамп прыгаем но и потихоньку допрыгиваем до 1 2 3 и здесь идем пешком либо прыгаем еще еще один разок пешком наверное 2 выгоднее будет потому что нужно хорошо разогнаться и как следствие сэкономить тут тут спейсинг такой что приземляешься обычно куда-то или под середину этого пада тут далеко топать я есть еще способ я сидел я начинал с этого краешка делал три прыжка не допрыгивал немножко а потом вот с этого краешка я делал не сразу кружок а как тут прыгать тут чуть не могут пройти я не знаю даже вот то есть я делал немножко шажок вперед отсюда вот да то есть я падал на следующий на переходил эту ямку и начинал прыгать с этого краешка то есть у меня спейсинг уже немножко сдвигается вперед то есть я прыгаю не с этого краешка до куда там куда получается вот сюда ну или вот на краешек у меня получается вот с этого краешка прям дальше спейсинг сдвигается вперед в результате приземляюсь не на центр этого пада а почти на самый кончик потом я почти также перед в падении перепрыгиваю эту ямку и сразу касаюсь джампада то есть тот маленький фрейм и джамп вот этого два шажка из перепрыгивания яма они тоже дают ну как бы чуть-чуть ну да ну тут вот так по крупице так собирается сильный тайм дальше у нас есть джампад тут что можно сделать во первых нужно приземляться его на его левый краешек как можно левее он маленький такой неудобный потому что если мы справа приземлимся мы ударимся головой ну и второй вторая проблема джампад о том что даже если она приземлялись на краешек и начинают сразу вперед то я упрусил бомбу в эту стенку то есть куда бы я не начинал тут из-за этого приходится кнопочку вперед нажимать не сразу а то есть начало приземлиться на джампад подлететь и только потом нажимать вперед где-то выше задержка где-то в середине полета до задержкой тогда в принципе получается выгоднее всего то есть мы подлетаем нажимаем вперед начинаем строить тут фреймаджа нет я вроде сделал фреймаджам так сразу залечу тут наверх здесь наверху в обоих физиках имеют такая штука как спейсинг и сна пинг и в общем все нужно строить и как можно больше сильнее по вот этим полосочкам которые здесь нарисованы как правильные углы делать тогда меньше всего прыжков получается дальше нужно приземлиться на этот джампад подлететь вверх и стрейфим дальше здесь тоже есть небольшое даже так я бы сказал большой здесь вот здесь срезы которые я уверен то что не очень много народу сделала в чем она состоит здесь можно пройти двумя способами вариант номер один мы прыгаем на джампад подлетаем и прыгаем дальше как делала большинство вариант номер два нет и облететь этот вот это сбора да то есть можно сделать а ну это не так сложно а не ну погоди-ка в динамике это наверно не просто основная проблема в том что приземлиться как можно ближе и после этого не удариться головой то есть часто получается что или приземляешься чуть дальше чем нужно там хрен вырулишь или там еще что-то то есть я чудил просто приземлилась на краешек отводил вот как сейчас у меня плохо получилось и можно приземлиться сразу на середину этого как сказать рампа то есть экономить пол прыжка или прыжок не знаю сколько тут получится как мне кажется это быстрее всего потому что топать меньше и ты блин это быстрее до получается вот но и дальше начинаются обычный фрейм и джамп и блин я даже не знаю что тут еще можно сказать просто бежишь прыгаешь и и все контролируешь тут есть фрейм и джамп вот в этом месте то есть здесь по моему обычный после заешки да здесь еще маленький фрейм и джамп чтобы расширь такое то чтобы повернуть чуть чуть направо не свалился и еще один вот здесь это на фрейм и джамп после залетания на вот сюда наверх можно вот здесь где-то фрейм и джамп это право и сразу начинать строить мне кажется даже лучше ну и основа снова этих при этих прыжках это 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 снайпинг и я не знаю что еще и фрейм и джамп я тут к сожалению мой скилуха конечно тоже нужно я тут медленно прошел четвертое место занял бы которые в которые мне не очень хорошо все получилось но в физике cpm практически все то же самое во первых я начинал с этого уголка ну то есть все нормально начинаем с угла как можно дальше потому что это физика cpm и мы будем чтобы в три пышка допрыгнуть до краешка нормально если я буду прыгать вот с этого краешка те же три прыжка естественно будет медленнее потому что я начал ближе к старту как можно дальше оставьте начинать как можно позже его цеплять стрейфить как можно сильнее ну и в принципе просто вот так вот прыгаем несколько прыжков здесь к сожалению срезать на первом этапе практически нечего срезать потому что по прыжкам по снаппингу получилось по спейсингу получается так что мы прям приземляемся на на это джамп от ну чего приземлились подлетели начали дальше строить здесь есть варианта два первые стрейфи сначала вперед потом завернуть второй это начинать так же как я как в уку 3 сначала чуть подлетаем и потом кнопочки вперед начинаем стрейфить ну я бы не сказал что тут большая разница потому что я не знаю почему просто разница не очень большая как бы здесь у нас траектория более прямая получается а так у нас было больше расстояние мы пролетаем и скорости там прям вообще почти мидер дает ну чё подлетели начинаем стрейфить дальше у нас есть два способа мы либо сразу по приземлению начинаем прыгать либо мы два три и и либо мы делаем небольшой циркал то есть приземлились сделали циркал небольшой и так намного проще прыгать по этим краешком и допрыгивать до этого уголка не было там засыпозится во первых проще во вторых если делать этот циркал то скорость меньше и по идее должен быть быстрее объяснить тут во первых пока мы ходим на земле можем сделать нормальный циркал и получить дыхать на скорости во вторых если мы не делаем циркал то мы экономим время на земле но поэтому приходится намного сильнее стрейфить и сложнее допрыгнуть до до того до падика приземлиться на него поэтому в идеале нужно было приземляться просто и стрейфить с на пингом прям вот эти вот уголки куда нужно вроде как-то так кажется теоретически здесь можно было срезать еще прыжок или около того честно я не помню как тут по-моему можно было если хорошо построить можно было как-то срезать прыжок и а да можно было если очень круто стрейфить у меня там боже один раз получилось но я не такой крутой стрейфер можно можно кружокам запинга уже я приземлился вот последний раз куда-то вот сюда вот в этом районе и потом приземлялся на краешек в идеале нужно приземляться очень круто стрейфить приземляться на вот этот вот краешек с него падать шком нет на кашком просто с перешагиванием прилетать до джампа да да и это сэкономит не хило так но для этого нужно прям очень круто стрейфить а без без прижампа или который без руки джампа без руки джампа тоже так получится а вот тут хотя бы одна плазминка да можно было крутое это сделать сейчас я попробую с цирком да тут долететь мне не наличие не хватит и мне снайпинг какой кривой ну тут как каким-то образом в общем у меня получалось то что я приземлялся вот сюда почти сделал там пол шашка и падал он сразу на краешек на доме лси вот но физики себе намного проще облетать этот уголок то есть мы приземляюсь на краешек не бьемся головой как я нормально облетаем вот этот угол и начинаем дальше стрейфить здесь ну те же самые два варианта они очень маленькая у них разница во первых потому что если мы начинаем лиц с левой стороны стрейфить то мы можем приземлиться сюда и сделать по приземлении дабл джамп об эту рампу то есть приземлиться сделать дабл джамп и очень хорошо дальше проходить сейчас я попробую да ну в общем почему получил дабл джамп сделать да и залететь сразу наверх но если мы проходим с правого краешка дышишь такое то тут нужно еще мудриться облететь то мы приземляемся куда-то в середину эту рампу и дальше не просто так нам проходить потому что обычно мы приземляемся вот вот сюда одним прыжком и но в идеале просто я приземлялся сюда делал два шажка делал хороший циркал перепрыгивал на уголок но и дальше в несколько прыжков поднимался по вот этой рампе блин почему я сейчас не допрыгнул какие есть еще способы здесь экономии времени во первых сверху звук на старт ну здесь очень широкий его не облететь никак к сожалению да и он с байтом 0 поэтому его несколько раз не зацепить так вот мы залетаем наверх стрейфим стрейфим как что могу сказать про вот эти рампы том что чтобы иметь больше скорости нужно их на ней приземляться как можно более полога то есть нужно прыгать не вот так вот прям перпендикулярно в рампу вырезаться и пытаться не залезать очень желательно после в эту рампу вообще вот так вот горизонтально на нее приземляться и потом заворачивать потихоньку этим прыжками на эту рампу точно так же мы приземляемся горизонтально и потом заворачиваем направо чтобы скорость перенаправить то есть чтобы скорость максимально сохранить чтобы сохранить и меньше потерять надо не врезаться в рампу а как бы стараться ну связать траекторию что на здесь по моему были оба я не помню на этой карте я это писал в комментариях чтобы не забывали включать выключать то есть вот ну и иначе там не за а вдруг мы сейчас увидим инвалидные рынки значит надо сказать ее уберут как бы я люблю вот ну чё что москаля инвалидная вдруг станет ну давай пройди до быстренько цепи перейдем я думаю а не долетел почти да но я на бас я не имею стрейфить даже в зону хрена попадал получается нет не слышал слава богу зря то сказал все будут знать в общем вот такая карта коротенькая 19 лет не сделано и уверен то что можно наверное мама не сделает через какое-то время может уже сделали я не знаю не смотрел ну и в принципе все здесь можно девять прыгать по этой карте разгоняться к сожалению много так не получится набрать скорости у меня 1300 или 400 что ли получалось чем-то хан то есть ты просто бегал по кругу ну здесь очень сложно набрать больше чем 1400 из-за того что на воде как бы скорость очень сильно сбрасывается ее очень тяжело набрать прыгать по вот этим краешком тут тоже нужно не с вами свалиться еще с них прочь ладно ты хочешь спидлида побить ну ты говоришь тут типа сложно 1300 наберешь додумаю да ладно дай вас пекаю видишь он дофига скидывается да видишь тут больше чем 1000 там 1460 чтобы было итак мы переходим к рассмотры демок как козмини это уже потерялся немножко с боку 3 демок демка номер номер я не помню какая 20 подожди скажу 20 рота минус 35 рейтинга демон тестил у нас там систему рейтинга и зашли ему плюс-минус 33 секунды play ладно я посмотрим как-то наверно от по особенному проходил ух ты боком прикольно а его хорош посматривал периодически куда вообще прыгать ну да чтобы мало ли не солиться потому что это такой труд и знаешь я тебе скажу это нелегкий труд надо было полностью спиной даже не видеть куда прыгать следующая лунтик 29 play на 4 ну три с половиной секунды он обошел тутти фрути вышел из тридцати не знаю сколько он учился не смог допрыгнуть надо не так просто я мучился в начале без циркла ну тут основной упор да на фрейм джампер чтобы минимально терять скорости на поворотах собственно поэтому забыл кет они просто божественные очень быстрые очень личные пусть чё с 4 пузник сапожник походу сапожник до play я и ясит разрешил сочетать такие у него с пузник там по моему ну ты стареешь просто это было ух ты он через левую сторону начинал для надо было справа он возможно не знал этого момента ну так в целом вроде получше немножко неправильные настройки или мне кажется у тебя есть шкала акселерации да есть она видишь как дергается правильно как-то слишком плавно что мне на резко держалась нормально он ну в общем да пройдено неплохо так но конечно можно лучше дай двадцать девять два россия владивосток владивостока дымка тоже начинал с левого края не очень правильно нужно поделать пешочком шел какое-то время он притормаживал на рампе зря надо было прыжок все время чаще нажимать но он более так видимо с его проходил я помню подожди тогда я уже упустил подожди я не помню кто это к сожалению я тоже не помню я чуть-чуть за комнаты прям не помню тебе иван кидров на 400 быстрее пой погоди 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 на краешек без без циркла проходил ухты он сбоку обошел нифига вот за счет этого он и собственно приобрела на прямая такой плюс целых 400 и следующий отрыв целая секунду это вайпер 27 9 истаглияте я думаю то что у него получше стрей будет просто вверху на рампе может быть да он там много потерял к сожалению мои пешочки в принципе классно прошел стартами получше не зацепил ничего без срезки сзади проходил у него стрейка здесь не хватало там ну как-то весьма странно откуда такой плюс целая секунда в начале мне кажется он неплохо до джемпада прыгал хэп хантер украин луганск плей луганские ребята подъехали на 200 повыстрее чем вайпер луганск пешочком хорошо дать джемпада хэм и джамп все классно был а здесь немножко не очень ну так старается видишь старается в принципе финиш вот пободрее насколько я не заметил он то ли он славил то ли не я думаю там нос валидировал когда просто забил особенно в новой q3 на эту в этом плане потому что там ну как бы они не особо как бы до влияет да кусала на плане побыстрее 27 и 2 тоже начинали без этой срезы приземлился на джампад то есть мало пропал ему сэкономить чуть неплохие фреймы джампы допрыгнул джампаду круто только вот здесь надо было чуть по-другому начинать стрейфить он тут материал мне кажется много в целом стрейф уже такой поувереннее начинаются так понимаю более более быстрые дымки варпак на секунду и две общую перебил play то есть сейчас разница будет все меньше и меньше один центра она начинал стрейфить не знаю зачем в краешек онлайн онлайн тоже тут вот неплохо с первого джампада получилось хорошие граунд фреймы в принципе на краешек джампада попадал и здесь тоже слушаю вообще неплохо кстати вот недавно прошел онлайн кап и там варпак показал очень даже хорошие джампады эти скажи так что в принципе неплохо было пройдено монстрик прошел еще быстрее play на два фрейма чуть-чуть но быстрее до два фрейма целых зон срезы сделал и потом я и проходил вот этим чуть-чуть быстрее нас экономил себе в лиану факт у него стрейф похуже сыринут нот граунд фрейм и не совсем четки немножко прошел на взял на этом потерял очень много до сутки две точно наверно и в итоге больше секунды на корж контер хир play она тоже за россия не помню country hero кож белоруссия по-моему все они будут венчу надо может быть краешка начинал зря воткнулся лбом в этот краешек но потерял на этом но это понимать здесь финиш будет более быстрый на 300 на 300 медленнее чем предыдущий у него здесь подъем очень классный до подъем хорошие здесь пешком не ходил да 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 вот особенно нам финишный прямой очень много набрал мог бы еще даже быстрее набрать побольше но начало и что ты не пошла начала если получше сделал был бы быстрее мяки пуз 25 и 7 play на 200 перебил посмотрим где тоже слева края без срезки воткнулся в дом да 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 большой очень минус вообще пуз кстати пуз выиграл онлайн кап который был у меня пуз выиграл понимаешь если бы ты был он и тебя бы выиграл и вот ты знаешь вот победитель 11 онлайн капа зацепляет лбом с джампада ни о чем не подозревая в общем минус тебе в карму пуз Так, и Волви перебил на пару фреймов Пузо, давай посмотрим На, а, 50 62, 70, на 3 фрейма Получается Вот он тоже делал Видел, он падал Не показывал Что за моделька Да, модель не конечно Не прилично Ужас, как он играет Не знаю У него может стоит Честно Выключен звук может быть у него Может быть Сейчас, подожди Подожди чуть-чуть, я модельку гляну Как он прошел, мы видели У него старт классный Это по-моему из Черт Из откуда? Сейчас Черт Стритфайтер что ли? Я не помню, кто это Может быть Какой-то дедок У меня неудобно камеру вращать Надо будет забить Чтобы вверх-вниз Можно было Поворачивать Это будет прикольно Винтер 25,6 Play Прилюбил на Секунду С лишним Ой, какой Сто миллисекунд Не делал стреску вначале Хотя приземлился Нормально Ну, интер такой Один из самых опытнейших Выкатришников По идее Но Старость Дает о себе знание Вот Сейчас интер Через пять лет Ты вот так же будешь стрейкить Изъя перезисов У него подъем по рампе Был не очень хороший Он прям и джамп Когда делал с поворотом Он очень много скорости потерял Прям вообще Кианекс в России 25 и вот 2 Play Вот еще на 400 Побыстрее Да Еще один парень Из Таглияти Ага Им надо это С связаться Друг с другом Наверное Они Друзья Кианекс Обучают Вайперы Но Вайперс Нужен Не зацепил Круто Пролетелся И Кианекс Кстати Кианекс Один из самых Прогрессирующих Букатришников На данный момент Из Ну Новичков Так скажем И Кианекс Очень большой Молодец Мне нравится Его Прогресс Это Его главное Видно Вот Что мне больше всего Нравится Да Пройдено Очень классно Следующий 25 и 0 На 240 Гостерея Рекрут Play Руси Онлайн Онлайн Демка Тоже Не делал Срезу Запрыгивал Наверх Без Циркала В принципе Неплохо Так повернул И вот Финиш Пободрее Получше Немножко Да Очень хорошая Финиш Правда За счет того Что очень много Жал Прыжок Мне кажется Потерял На этом Как раз Вот Возможно На рампе Там сложно На самом деле Ну Сложно Но Блин Ну Посмотри На Кето Тайм Сейчас Видишь Это не так Сложно От его Лица Но Я думаю Короче Рекрут Если бы Там Нормально Прыжок Прожимал Он бы Тебя Перебил И ты Получил Еще больше Минус Редим Ну Ладно Че поделать Очень много Играл Я Ну Не знаю Не очень Поправилась Карта Ну Я слева Начинал Но Это Чтобы Срезу Сделать Зря Я так Начинал Старетить Ну Ладно Зря Ты Это Затеял Б Ну Я Сейчас Объяснил Как прыгать И понял То Что Я Неправильно Все Делал Ну Не Все Часть Первый Пожок Ну Сжим Падут Да У меня Здесь Очень Плохо В конце Получился Поворот Я много Скорости Потерял На Кремод Джампе Да Там Зацеплял Пешком Немножко Ходил Но На Паре Мест Там Из-за Того Что Я Срезал Вот Этот Джамп Там Я Сэкономил Немножко Нос Фдат 4.8 Плей Чуть Да На Средо Сейчас Посмотрим Где Не делал Срезу Это Около Сотни Ну Из-за Моего Кривого Старта Больше Чем Сотни Важная Экономность Так Сколько Чек Не У него После Джампада Не Очень Хорош Ну От Меня Минус 150 Он Он Здесь Скорость Экономил Очень Классно Да Да И Из-за Этого У него Концов Классно Получилось Ну Можно Лучше Гораздо Собственно Что и Показывает Так Unnamed Player Это Кто У нас Спринг 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 Окей Play На 400 Очень Быстрее Тоже Без Срезы Начальный Начало В принципе Очень Классно Он С краешка Делал Срезу Ой Как Получилось Классно Ну Спринг Тоже Тот Еще Заявлый Кудришник Да Классно Правильно Без 400 У него На Стрейфе Было Очень Круто Прошел И Кхет Топ 1 Че Поделать 243 Play Смотреть Только Больше Ничего Не Остается Ну Хотя Ты Можешь Зайти В онлайн И Перебить Ну Не Сейчас Слева Краешка Сделал Срезу Также Через Падение Сэкономил Сколько Чек Сейчас Будет Интересно 300 Мне кажется Ну Куда Я Угадаю Нет 300 300 400 Минус Минус Ноль Он Он Делал Срез Если Был Это Срез С С С С С С С С Че Там С С С он просто вот вытащил но прямо джампах своих на старте и на 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 финише не очень быстро и финиф подъем по этой по рампе был он там очень по большой дагест сохранением скорости классно проходил ну что же переходим к просмотрам cpn демок 23 пути фрути play 39 и даже ничем получил минус 42 рейтинга ты допрыгнул дальше дальше пешком а я не пробовал так кстати прыгать на следующий под я даже не знал что это можно без прыжков правда там я не уверен то что можно сэкономить что-то ну ладно а если идти по внутренней дорожке так будет короче значит будет быстрее 39 написал не мы не понравилась ему эта карта следующая иван гидро перм перм 27 5 play 27 хотя можно типать но не сильно писать но это ведь верхнюю запятую называется а слушай не знаю у него не хватает стрейка прям вообще он прыгал да он поворачивал кнопочками вправо-влево но он не скорость вообще не набирал когда проходил да ну ему нужно нужно поиграть падаю однозначно и здесь практически перпендикулярно приземлялся при поворотах если хочешь иван гидро мы с тобой посидим пообщаемся тебе все покажу и москале думаю тоже поможет так даже на вид мэр это у нас 720 play 26 и 5 перебил на секунду он гидру и вперед сделал вроде получше чем скорость была здесь здесь у меня скорость вообще 400-300 он почти не набирает ничего надо было как-то набрать это попытаться сохранить скорость и постараться чуть побольше набирать ну вот так вот поэтому получилось риммич такой же как у как я как соблаться до 720 play time они занимают одно место какое они занимают 20 минуют 21 занимают оба 20 риммич и риммич получается 5 рейтинга 724 у стрейф получше в целом а я задолжны несколько цирков взял ладно не будем риммичу ничего уж предъявлять потому что на этой карте ну такое как бы понятно что тут у большинства был бы рандом и будет скорее особенно цифра утопку немножко перебил play не делал не перепрыгивал через ямку приземлился на джопад делал циркл джампа сразу начинал стрейфить пытался стрейфить хоть немножко это неплохо здесь приземлился в рампу потерял много скорости и здесь он поперекулярно по рампе стрейфит и в общем втыкается в нее теряет кучу скорости ну по крайней мере он в худе более-менее держится прицелом и это позволяет ему набирать какой-то скорость в принципе достаточно неплохо но тоже пады поиграть вообще вот всем вот всем у кого таймы да 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 вот я так скажу до торнера всем по доиграть все это рассмотрение до 20 секунд до всем всем играть пады и обязательно проходить последние или стараться проходить белые какой-нибудь на трехаус бета-7 да да и либо на x7 поджог ник 3x2 как-то так она называется так в общем у нас еще есть ну ладно ну да но люкс тоже неплохие 25 4 head hunter из луганска play прибил на секунду с лишним получается секунда же да я забыл это на это что туда прям выпал из его ну ладно так что у нас луганские ребята земли сразу на джамп от сделаем цирка ну такой сейчас я должна постараться проходить и да но это не просто просто него медленная была она больше и рановную обувь в целом достаточно неплохо да на секунду почти перебил и еще почти на секунду еще на секунду кинекс play но на 700 ладно и строгли яти ну ладно что в принципе нормально ой промахнулся время джампада потерял пол секунды точно стрейф стрейф попал на джампад не делал срезку сделал циркл но кривовато поздно по-моему подпрыгнул поэтому он с рампы попрыгнул потерял много скорости втыканием рампы но все-таки допрыгал до финиша следующий лунтик 24704 из россии play перебил на фрейм один фрейм целый фрейм это целых восемь тысячных 008 целых год это очень много можете настолько скучно но не делал все равно там заканует прыжок если получше строитель там почти хватило вот в конце но он кстати вот неплохо держался в худе принципе там до 600 даже скорость набиралась до 6 150 так что достаточно неплохо хулиган на 400 вы быстрее play циркл нормальный через а я думал сэкономит прыжок а он не захотел подъем наверх воткнулся немножко лубом в этот перекладина в пад допрыгнул до джампада сделал циркл но не знаю насколько нормально его сделал потому что он с рампой попрыгнул здесь по моему немножко потерял скорость при повороте ну что ж прошел плохо но от хулигана я ожидал большего конечно деку занимают то же самое место что и хулиган давай посмотрим а место play 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 это место 14 и деку получает 18 рейтинга хулиган 10 это страшная моделька она не такая но она с и джампом что-то написано он дабл джамп неплохо получился чуть-чуть не долетел до следующего дабл джампа и финиш и ну в короче да реально проиграйте пады и сами заметите как у вас намного лучше пойдет страйф принципе в страйф теория у нас есть на канале поэтому можете сверяться там если что-то не получается можете посмотреть и выяснить свои ошибки и поработать над ними так файл сделал плюс 400 play 23 секунды уже вышел 24 с краешка начинал не делал срезку по внешнему кругу проходил мне кажется он мог если постарался бы сделать жоп меньше даже на левый краешек приземлялся какой циркл какой-то странную не цирку был он там от случайно не словил вы не тролли вроде тоже нет на него как-то реально странно получилось если гляну я сомневаюсь что там он есть жампады но так вот он подлетает вверх потом приземляется а он не он просто приземлился и сделал циркл на 400 специфично получилось просто но много времени потерял там останавливаясь у него наверное ладно кто там сапожник 23 у него не кратчу ну да play плюс 600 сделал вот так файла но начинается он как раз уже такие пободрее таймы стрейф уже получше в зонах худи держится парни уверен или прыгнул сделал минус прыжок сэкономил и нужно стерком надо поработать конечно цирка вообще многое решает и тоже поиграть надо ему приземлился он же под война по моему я не верен корсу обстоит немножко есть него по моему как будто бы синхрону с клиент стоит неправильный что такое не так так весь них ровно с 1 му фиксит 0 вроде все правильно ну ладно game rock плюс 400 сделал play play сделал срезку сделала срезку приземлился на джампад правда пол прыжка сделал там пол шишка построив не допрыгнул подъем у него в принципе неплохо все ну стрейф конечно вот на втором этаже не очень мне понравился но получилось не пройти volvi canada play еще на 700 быстрее интересно где я классный стрейф прям еще циркла офигенные и он потерял на руку что ли все я классно стрейфе это по зону я всего длительность от меня сериал я втыкался в рампы много очень много скорости потерял да тут но он возможно не знал себе как вести на этих рампах поэтому так вот не нужно но судя по всему но там на последнем этаже полторы секунды от меня потерял он просто не знаю из-за чего ну стрельга это тот же у которой его кутри был там другая была модель а чувак не не знаю россия 21 и 3 play нас почти на секунду на 0809 даже побыстрее начало неплохое сделал срезу 3 пушка допрыгнуть до джампада сделал цирка в конце чтобы нормально дальше проходить джампада делал прожек с рампы ой дабы джамп сделал и финиш этого ну или блин по-моему нет хотя не 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 ну блин ну прошел очень сильно прошел реально очень сильно оп неплохой второй тоже оп неплохой да че я смотрю следующий взор на франция play 21.0 еще на 300 быстрее в общем дальше очень крутые таймы идут вот начинал с краешка делал минус прыг наверх делал циркл но по-хорошему тот без циркума уже объяснял то что можно обойтись среза не делал по большому радиусу но зато забыл жампов он очень классно пропрыгал здесь очень надо было по дуге и меньше втыкаться наискосок на рампу приземляться чтобы скорость сохранить меньше потерять следующий микки пуст 21 на 0 play немножко совсем перебил там фреймов сколько 3 4 4 3 млайд мк все нормально тоже дело маленький циркл делал срезу очень мало народу делаю их с дабл джампа получилось залететь ну и концовка в принципе неплохая но можно быстрее вот турнир 2015-25 play вот пошел пошла кучка очень близких таймов до пошла кучка тех кому неважно ну подскажем не в обязательном парад порядке нам предпадает хотя турнир иногда показывает китами что у торнира стоит классный ну классный давно не всегда он по большой веке проходил до боджамп поворота классная зону за вот сюда по зонам он классно попадает финиш но к сожалению из-за того что он не сделал срезу он там потерял много avenger 25 такой же time это у нас топ-5 тоже пятое место занимает как и торнер очень интересно кстати у нас получается на этом раунде cpm три человека с одинаковыми таймами то есть внутри пары людей круто такая конференция получается мини циркл по внешнему не делал срезу зато они до божан очень неплохо получились в итоге но намного быстрее финиш получился да очень классно рампа попрыгана она 24 play это у нас не знаю онлайн джинска чел за на это либо и кучу они не любят любит любит тоже не делал срезка по зиму носу рамку у нас дабл джамп зато очень очень классно получилось то есть получается что 2 дабл джамп намного эффективнее чем 1 да потому что там под финиш уже по 700 упсов в эту и больше можно набрать но все же со срезой быстрее москаль 23 play он мою дорожку использовал я сначала сделал 24 потом посмотрел как они играли с пути по моему онлайн решил немножко лучше получилось до 22 улучшить вот и поэтому получилось что очень классно быстро зарезал заязал срезку но и там щекаму дабл джамп слил ой но это топ либо может вас конечно ну топ-3 молодец быстро плюс от меня но потому что в оффлайне мне было 24 хочу 20 такой вроде похвалил а вроде что вроде идет классно пройдено быстро классный стрейф очень хорошо то что если бы я не провел дэмпу если бы он смог меня перебить давай пикачу плей то я смотрю опять москаля ладно сейчас еще раз демос пикачу плей ты его смотришь уже примерно с тобой начало классно с поворотом проходил зону без церкви джампа зону хуже чем москали ой там чего рандону в конце ну блин финиш чисто за счет финиша зарулил потому что старт не очень такой сильный сейчас я гляну 720 или он начну тебя в этом а это онлайн и оффлайн и выкидали на play ты меня сможешь смысле онлайн файл ну у тебя одна дымка дымным enter просто по другая ты типа двуличный типа онлайн и почему-то пишется не дыма на и мамы им да я пропрыгал по моему так себе там и много потерял скорости но попрыжка в принципе нормально там надо как-то меньше было терять скорость на поворотах на овощи подъеме ну чтож будем смотреть да я даже не знаю думаю что то и ноги нужно ну 07 хотя бы что ли ну давай посмотрим тайна скейл 0.7 готов а сейчас а сейчас приехали мы приехали ну ты здесь наверно отошел даже ну чтож ладно я тогда весь тебя начну в q3 начнем с кета тайм скейл поставили play итак начинал он с левого краешка очень рано старт зацепил но зато срезание получилось все это пройти после поворот он с падения сэкономил этими двумя попал прыжка очень круто и сразу кстати нажимал кнопку вперед он там наискосок строитель поэтому получилось не врезаться в уголок ну блин фрейм джамп ты видишь это классный фрейм джамп вообще офигенный очень классный фрейм джамп с воротом направо еще один фрейм джамп заранее с воротом направо и потом с набором скорости в правильных зонах в принципе он держал набирал скорость и поднимался куда достаточно четко так ну и мое демком пока я глянем cpm enter play тут в основном зарешало мне кажется среза которые многие не делали поздно зацепил старт принципе отлично с краешка допрыгнул и прыжка до джампада начал набирать с поворотом без прыжка дальше стрейфил в принципе здесь на горе если круто стрейфить можно там сэкономить пол прыжка но если не очень круто стрейфил нормально приземляется здесь на краешек сделал пол шага допрыгнул до краешка прям до платформы все-таки долетел и потом старался по зонам но нифига не получалось у меня по зонам нормально здесь на рампах на таких сложно зонам ориентироваться с какими поворотами неудобными вот мы посмотрели все эти демки мы сделали небольшой обзор сейчас я переключусь постараюсь на на браузер вот видите результаты коз 24 ну что ж вот они результаты здесь есть куча демок можно скачать посмотреть можете комментарии свои ставить если хотите есть общая таблица коз 24 кап ссылки cpm и vq3 так как подошло к концу результаты всех пяти раундов есть таблица которая считалась по системе е который можно почитать посмотреть как она вообще выглядит и как здесь счет происходит и здесь в этой таблице мы видим кто сколько очков набрал и в результате кто сколько очков получил какое место занял в результате но ты очень-очень прям вперед вырвался там на 300 очков ты про сипем или в утре сипем сипем ну да так получилось в утре физике у нас кед занимает топ-1 потому что он если на четвертом раунде занял какое-то место второе да я его обошел но и этот раунд заминусовался и издать у него 4000 очков вот из поздравляем кета enter и носфа который занял третье место носфа отдельно поздравляем за организацию очень классно в принципе на все раунды вот третий раунд оказался самым непродуктивному у носфа винтера киа nex и volvi там видимо сложный раунд был я уже забыл какой он третий был это длинный по-моему какой-то раунд до третий там по кубикам надо было прыгать вот но главное то что они дымки это слали и смогли прийти дальше корж у нас несмотря на то что он занимал неплохие места на четвертом на пятом раунде но так как он не прислал дымку на второй раунд у него поэтому он так низко опустился аж на девятое место хотя на четвертом раунде он был и на пятом так корж 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 где корж на пятом месте и 10 она тут еще несколько я случайно закрыл на нет не закрыл хорошо вот дальше у нас кто идет лунтик так как он прислал на все раунды несмотря на то что он занимал места ниже остальных много народов да он поднялся вот 1957 очков набрал дальше нас идут кто там рекрут с двумя пропусками раундов вайпер тоже с одним пропуском но здесь же не написано места рядом с очками неплохо бы видеть какие места у него у них были вот варпак тоже с двумя пропусками но и дальше спринги несмотря на то что он прислал всего на два раунда вот он наш на 14 место сдвинулся и дальше в основном под те кто по одному на один раунд посылал драм ликора как все тоже только на первый раунд двух утрей прислала дамку ну что поделать и cpm таблица сейчас антена вот она таблица дэмок было больше народа много ты даже нам вон на 34 место занял до первого раунда к прислал и здесь мы видим то что у меня только третий четвертый раунд были не очень хорошие места вот какие места здесь жалко мест нету второе место занял на третьем раунде и тоже второе место на четвертом но хейст который занял первое место на третьем раунде он у нас находится находится аж на 23 месте из-за того что он только на день раунд прислал дамку ну и вот таким образом получается что жарим москаля за второе место очень классно отыграл зорда 3 варпак 4 варпак 4 вот это больше даже я похвалю его потому что он новый все равно начинающий как да но у него только первый раунд был не очень хорошо отыгран 400 очков а остальные в принципе по 700 по 800 он набирал какое место было варпака двадцать четвертое место на первом раунде ох ну что ж дальше бафомет это бархомет подожди у нее у нее демки что-ли по-другому назывались не он да это пуст короче он переименовался потом ну ладно вольви гимрок хулиган avenger лунтик лунтик вон десятое место занял как присылайте демки на все раунды вот так вот пропуске раундов очень сильно вас опускает даже avenger несмотря на то что вот он на последнем раунде занял пятое место в общей таблице он сдвинулся что 9 и просто из-за того что он не прислал демку на один из раундов торнер тоже вон один раунд не прислал в общем не прислание демок вас опускает очень низко если вы хотите занимать какие-то хорошие места ну и в принципе все было много народу кто только один ран присылал демки вот принципе результаты наконец-то мы закончили с мини капом дальше мы будем на другие копы варкапы или что-нибудь еще бы сделать обзоры смотрите нас вызывайте демки будем ждать ваших чего комментариев на комментариях обязательно можно покрить покритиковать нас если есть такое желание допишите комментируйте все всего хорошего всем спасибо всем спасибо всем пока пока всем пока